вот решила все-таки снять сажая сейчас баклажаны пересаживаю вернее в теплицу и хочу как раз показать что стала вот с теми горшочками картонными прямоугольной форма которая покупала фикс прайсе вот баклажан и алмаз 19 марта высаживала и баклажан богатырь а это перец извиняюсь перец богатырь баклажан алмаз вот из-за того что поздно высаживаю некоторые листочки пожелтели потому что уже не хватало питания конечно но это не страшно вот там уже идут новые поэтому но вот самое главное посмотрите что с горшочком вот в таком состоянии он весь разложился уже и заплесневел конечно дома в это нежелательно вот такое содержать хозяйство больше в таких горшочках конечно сажать не будут сайте черная белая плесень просто жуть какая-то а в стаканчиках то что я высаживала вот тот же алмаз смотрите уже маленький баклажанчик но тоже из-за того что я долго их держала не было возможности приехать пересадить вот уже нижние листочки пожелтели я их обрезала ну посмотрю плод удержится или нет после пересадки вот он сейчас так холодно буквально 5 градусов на улице хотя начало июня вот такая какая-то погода несовместимая с июнем мы посмотрим вот этот тоже баклажан боярин и тоже здесь уже посмотрите один плод завязался вот удалять их не буду посмотрю если отвалится то отвалится сами а вдруг и не отвалится и вот тоже баклажан боярин тоже вот еще один такой горшочек здесь уже смотрите кустик получше рослые такой хороший но тоже посмотрите что с горшочком конечно когда от рассада такая плесень вот от таких горшочков то дома ни в коем случае такое лучше не держать безобразие вот у меня они стояли на балконе и все равно я думаю что это вредно отдышать вот таким вот воздухом рядом с такой плесенью поэтому я сейчас их сниму даже в них сажать не буду ни в коем случае все эти уберу и сожгу вот эти страшные картонные горшочки вот а в стаканчиках хоть тут и почвы было меньше уже там видно корни просвечивают сквозь пластик много-много корней но ничего страшного зато и растения вот пожалуйста вам с плодами тут даже 22 завязи два плодика завязались вот ну никакой плесени все чистенько аккуратненько сейчас сниму стаканчики тоже посажу вот я уже сделала такие ямки вот они фитоспорином пролила притом фитоспорин я использовала вот такой который он в такой в коричневой субстанции находится не белый порошок и вот так он выглядит вот он коричневый похож на торф чем-то по цвету и вот несколько таких вот он там как бы ну такой пастой но ломается на кусочки кусочек кидаю в лейку и просто из шланга водой наполняю тут же там все растворяется никаких проблем нет вот и проливаю лунки вот под томаты уже пролила потом после того как посадила еще раз проливаю этой водичкой и на всякий случай листочки опрыскала фитоспорином вот уже белым порошком он у меня разведен вот здесь вот то есть уберу вот так вот опрыскивала и огурцы тоже в общем все 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 почему потому что погода сами видите какая сильная влажность очень холодно и это все благоприятствует плохим болезням развитию вот эти патогены микрофлоры поэтому приходится все 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 меры принимать вот у меня осталось сколько рассады это томаты буду отдавать родственникам соседям вот и некоторые кустики даже я посадила по два не стала я тогда прищипывать потому что же больно такие крепенькие хорошенькие вышли в торфяных таблеточках росточки и поэтому я их оставила дам дай-ка попробую вот у меня в этом году первый раз и так оставила по два растения в одну луночку мы посмотрим здесь тоже что у меня тут бычье сердце вот тот крайне тоже две штучки там один побольше другой поменьше здесь гигант новикова тоже два все буду смотреть будет хуже значит следующем году опять посажу по одному как раньше дальше в конце там перцы посажу баклажаны здесь тоже будут в конце перцы с баклажанами готовится капусту буду высаживать на улицу вот уже метая рассада капусты тоже она все ждет когда же ее наконец высажу место ей найду так а вот перцы жгучие посмотрите уже они вон какие большие завязались вот тоже видите уже в стаканчиках можно собирать урожай все в этом году у меня затянулось из-за того что мы сдаем экзамены ребенок сдает поэтому не могли выехать сюда чтобы все это посадить и тут тут же надо было когда была жара проливать все это поливать налаживать вот даже автополив еще не наладила все некогда и вот здесь тоже у меня два томата будущее подвязывать вот к этим металлическим палкам они высокие поэтому на первое время хватит потом уже сделаю подвяжу веревочками шпагатом значит и чем хороши эти палочки тоже посмотрите я подписала карандашом вот они мне даже нравится лучше больше пластиковых вот так вот втыкаем землю и стаканчик теперь они перекручивали в землю и вот эти колечки тоже удобно и вот я их загнула во первых палочки а второй конец у меня вот так вот он держит томат вот тоже на первое время будет хорошо поддерживать потом я уже буду вот к этой вот металлической тоже вот этими колечками фикс прайсовскими крепить и еще вот такие клипсы я приготовила тоже с фикс прайса кстати подвязка для растений вот это ли ну как она проволока кстати какая огромная катушка вот она стоит фиксе 50 рублей здесь 100 метров и вместе с ножниц вот так вот заводите сюда вот сюда сейчас одной рукой неудобно ищуся я в земле холодно в общем и вот так вот отсекаете сейчас мне неудобно одной рукой вот так нажимаете ну в общем нажимаете как следует и раздается такой хруст и отсекается проволока а вот это я покупала в магазине тоже тут вот с этим отсекателем здесь смотрим сколько 20 метров и стоила она по-моему даже в районе 100 рублей а то и дороже то есть в пять раз меньше здесь вот маленькая катушечка но в два раза то и в три дороже получается вот эти классные вот колечки тоже из фиксов для подвязки тоже их буду тут использовать и вот попробую потом вот эти клипсы в общем все удобно все под рукой и конечно фикс прайс молодец что нас так снабжает хорошими товарами для огорода именно буду мульчировать дождь закончится много газонной травы скосили до дождя успели вот и замульчирую потом вот этой вот срезанной свежескошенной газонной травой все тут приберу вон сколько земли тут еще возили вон сюда напачкали все это я буду мыть потом промывать будет чистенько аккуратно самое главное посадить сейчас потому что времени тоже мало все доделаю и потом перейду в теплицу к огурцам хочу как раз еще сказать пару слов о том как посадить томаты если вы еще не высадили рассаду свою если я еще не опоздала со своими советами значит смотрите томаты можно так же как и огурцы можно заглублять на такое расстояние на такую глубину которая вам нужна то есть если у вас переросшая рассада спокойно вот здесь отрезайте только обязательно ножницами оставляйте пенечки пенечки потом сами отвалится вот ножничками значит отсекаете вот так вот листочек оставляем пенек так вот он пенек вот и если у вас переросла рассада допустим длинная вытянувшаяся то вы на какую хотите глубину на такую заглубляйте допустим вот так до первых листочков это уже настоящие листочки вот отрезали настоящие можете вот на такую глубину спокойно глубоко закапывать заглублять томаты это все приветствует ничего страшного не произойдет наоборот там еще много нарастет корешков и томат ваш будет еще лучше плодоносить то же самое с огурцами с огурцами там еще технология можно наклонно на стебель располагать присыпать землей можно его вокруг вот так как бы клубочком и уже потом вверх это у огурцов то есть огурцы томаты совершенно спокойно переносит заглубление им даже это нравится когда я выкопала ямку пролила вот этим вот раствором фитоспорина коричневым раствором немножечко конского навоза перепревшего перемешала землей все это присыпала немножечко утрамбовала вот сделала опору вот этот указатель сорта и еще поставила вот длинную опору потому что через несколько дней томаты пойдут в рост и могут наклониться поломаться поэтому обязательно сразу привязывайте к высокой опоре так что еще и еще сверху опрыск раствором фитоспорина в белом порошке уже который вот обязательно потому что сырая погода сырость ни в коем случае в солнечный день этого не делайте это понятно чтобы не было отжогов листьев или рано-рано утром или вечером или вот когда пасмурно когда нет солнечных лучей что касается баклажанов и перцев когда вы будете высаживать в грунт в закрытый или открытый у них обязательно нужно соблюдать вот эту высоту то есть как они у вас росли рассадой на каком уровне был грунт земля точно так же нужно соблюдать все это при высадке баклажаны и перцы не любят во первых очень пересадки не повреждайте корни когда вы достаете из стаканчиков старайтесь потому что потом они долго будут прирастать приживаться и на это уйдет время в ущерб вот этих вот плодов то есть все пойдет на корневую систему все силы поэтому обязательно соблюдайте не засыпайте выше или ниже не отставлять то есть вот как у вас был уровень почвы точно так же он должен остаться и на грядках это что касается перцев и баклажанов а